Дмитрий Хан Терапевтическое окно, так медики называют временной промежуток от наступления первых симптомов до начала лечебных процедур в стационаре. Для инсульта это время ограничено и составляет всего 4,5 часа. Дело в том, что тромб закупоривает сосуд и мозг не получает питания. Но проблема в том, что многие люди не сразу понимают, что у них случился инсульт. И в этом смысле методика распознавания инсульта под названием «удар» должна быть известна всем. Именно этому и пытались в игровой форме научить и взрослых, и детей на празднике здоровья в торговом центре «Калина Мол». Здесь идет массовая агитация. Я впервые это заметил, честно говоря, на машинах скорой помощи еще в городе. Это пресловутая аббревиатура «удар», которая гласит следующее. Это кривая улыбка, нарушение артикуляции и нарушение координации движений. До этого я знал, что существует такая болезнь. А сейчас я, наверное, уже смогу по каким-то основным причинам – улыбки, движений, артикуляции и другим признакам – определить состояние человека, если вдруг ему стало плохо. Основных причин возможности возникновения инсульта – четыре. В группе риска – те, у кого гипертоническая болезнь, диабет, высокий уровень холестерина и нарушение ритма сердца. И четыре часа есть у врачей, чтобы спасти жизнь пациента. Именно это временное окно. Первые четыре часа дает больше всего возможностей спасти клетки головного мозга от необратимых изменений. Инсульт не бывает у молодых. На самом деле бывает. Надо за собой следить, за здоровьем. Возрастной ценз инсульта – на самом деле распространенный миф. В неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения зачастую имеют дело с пациентами, которым нет и 40 лет. Светлана Садовая, Екатерина Матвеева, Андрей Толстихин. Новости на восьмом.